Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Вадим Чурсин, руководитель отдела маркетинга торговой сети «Мираторг». Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Александра. Расскажите о агропромышленном холдинге «Мираторг», чем вы занимаетесь и какие бренды представляете? Наш холдинг ведет свою историю с 1995 года. Компания начинала с дистрибуции, с импорта продуктов питания, что, собственно, было обусловлено экономической ситуацией в середине 90-х в тот момент. К 2003 году, накопив определенный опыт в дистрибуции, в понимании рынка, мы приняли решение создать вертикально интегрированный холдинг. И с 2004 года эта работа началась активно вести. Основные вехи, наверное, которые имеет смысл перечислить, это 2004 год построение производственных площадок по растеневодству, по кормозаготовке. 2008 год открытие свинокомплекса «Короче» в Белгородской области. 2010 год — начало строительства, производства крупнорогатого скота в Брянской области. 2013 год — появление курицы под собственным брендом «Мираторг» на рынке. И 2014 год, год спустя, собственная говядина появилась. Ну и, наверное, правильно будет сказать, что 2014-2015 год бренд «Мираторг» признается народной маркой по признанию потребителей. Два года подряд. Коль разговор про бизнес, наверное, имеет смысл какие-то количественные показатели привести, 130 миллиардов завершенных инвестиций, 20 тысяч штат на сегодняшний день, даже более 20 тысяч штат сотрудников компании «Мираторг», практически полтора миллиона тонн свинины произведено, 88 тысяч тонн говядины произведено, 4 производственные площадки, Белгород, 2 в Брянске, 1 в Калининграде, 4 элеваторные площадки, которые обеспечивают кормозаготовку. Ну вот такие прям внушительные цифры, мне бы вы называете. Такими цифрами мы подошли. А скажите, вот вы начали про растеневодство говорить, про производство кормов, потом говорили про свиноводство и так далее. Вот объясните, чем, собственно, холдинг занимается, какие ключевые направления? И вот вы сказали, что вы работаете по системе вертикально интегрированного производства. Вот что это значит? Да, Александр, ну если вот идти по порядку, прям вот по нашей вертикали, да, то все начинается с растеневодства, далее мы переходим на кормозаготовку, затем это животноводство, птицеводство, мясопереработка, изготовление полуфабрикатов, логистика, дистрибуция, собственная родичная сеть, и, наверное, имеет смысл уже сейчас говорить о наших проектах совместно с Новиков групп, то есть это ресторан «Рыбы нет», «Бургерная фарш», где тоже Мираторг является и поставщиком, и участвует в разработке концепта. Вот такая вертикальная интеграция позволяет нам контролировать все этапы производства от поля до прилавка, давать максимально качественный продукт, максимальные объемы, которые мы можем производить, и контролировать всю цепочку. Вы контролируете все, от чем кормите животных до того, какой на выходе получается продукт. Совершенно верно. Давайте приведу один простой пример. Есть в нашей линейке продукт под названием «Томленое мясо». Продукт новый, для российского рынка чем-то уникальный и аналогов не имеющий. Так вот, выращенная на нашем корме говядина попадает в специальный маринад, в технологичную пищевую пленку. Все это происходит в Брянске. Далее из Брянска, посредством нашей логистической цепочки, продукт направляется в Калининград. В Калининграде происходит его томление. Ну, оборудование есть в Калининграде. В Калининграде происходит его томление. Далее продукт возвращается обратно в Брянск. Упаковка и дальше по цепочке. То есть логистика, дистрибуция, товар появляется на полках. Казалось бы, вопрос, да, зачем такая сложность? Сложность, да, зачем Калининград? Можно было бы, наверное, найти поставщика, имеющего данное оборудование, где-то в районе центральной России, наверное, да. Но вкладывая 20 лет в историю бренда ресурсы, развивая историю Мироторга, да, мы не можем себе позволить вот на важнейшем этапе, на этапе томления, да, выпустить контроль качества из сферы своего влияния, да, из сферы своего контроля. Вот, поэтому вот такая вот интеграция и полное взаимодействие всех структур холдинга дает на выходе высококачественный продукт, вот, который, как я уже сказал, не имеет аналогов, вот, и который является одним из примеров, да, взаимодействия наших производственных площадок, нашей работы, нашей логистики, да, и вертикальной интеграции, упомянутой ранее. То есть, получается, у вас все вот вышеперечисленные производства, это все ваше собственное производство? Совершенно верно, все наше собственное производство. То есть, там, от упаковки, там, заканчивая. Да, от поля до прилавка, то есть, от растеневодства до реализации. Ну, такой колоссальный объем. Достаточно объем. А Мироторг признан производителем номер один свинины. Вот это по-прежнему Мироторг на этой позиции? И почему у нас что, такое большое потребление свинины, что требуется так много? Ну, вы знаете, потребление свинины исторически достаточно много. И этот продукт, он понятен потребителю, да, мы все знаем, какие продукты, что готовить из свинины, да, как готовить преимущественно, да, то есть, какие части свинины и так далее. То есть, продукт понятен рынку, и все знают его достаточно давно. Вот. Мы по-прежнему сохраняем лидирующие позиции на рынке. У нас более 12% от общей доли свинины. И ближайший конкурент отстает от нас, ну, практически в два раза. Вот. Но, несмотря на это, здесь вполне могла бы быть применима теория Голубого океана. То есть, о чем я говорю? Например, в Соединенных Штатах три поставщика контролируют рынок на 60%. Вот. У нас цифра меньше. Вот. Если в структуре потребления, то, например, те же японцы потребляют более 30 килограммов свинины ежегодно. То есть, в расчете на человека. В России? В России около 24, да. Но при этом японцы сколько едят еще рыбы, только мы не едим, да. То есть, мы понимаем, что в структуре нашего потребления, да, вот, потребление свинины еще есть возможности для роста рынок. Но, тем не менее, рынок укрепляется. Вот. Он уже определил лидеров. Вот. Мираторг является лидером. И мы обеспечиваем это лидерство как раз своими высокими технологиями. Как раз упомянутой вертикальной интеграцией. Вот. Которая на выходе дает качество. Последнее время в России все больше популярность набирает говядина. А вот как у вас вот в этом направлении? Ну, сейчас все стали, ну, очень многие, по крайней мере, потреблять и вообще запрос такой большой на стейки и все, что связано именно с говядиной. Вот Мираторг, что в этом направлении? Сейфакт не может нас не радовать. Вот. Почему? Потому что одна из миссий, которую компания Мираторг видит для себя, это формирование культуры потребления. В чем это заключается, да? То есть, упомянутые вами стейки, бургеры, да? И другие продукты из говядины, они были нам, может быть, и доступны, да? Но сырье, которое шло на изготовление данных продуктов, оно было несколько иным, да? Как в известном, там, старом рекламном ролике, да? А мужики-то не знают, да? То есть, мы всю жизнь жили и не очень себе представляли, да? В чем же разница между молочным скотоводством и мясным, да? И как вообще можно выращивать быков исключительно на мясо, да? То есть, в нашем представлении, корова должна отслужить полностью, да, там, как производитель молока. А потом может? После этого пойти на мясо, да? Вот. Что такое делать исключительно мясное скотоводство, да? То есть, мясные породы развивать, да, не очень себе мы и представляли. То есть, это вообще не было развито? Это не было развито. Вот. Сейчас Мираторг является одним из флагманов, да, развития этой культуры в нашей стране. Культуры потребления стейков, культуры потребления мраморной говядины, да? Ведь это же, на самом деле, ну, прекрасный продукт, прекрасный для всех категорий и сегментов потребителей, да? Его могут есть и дети, и взрослые, и спортсмены, да? И люди там, которые, наверное, даже и до этого себе не представляли, да, что есть такие прекрасные вкусовые возможности у говядины, да? Стейки, культура стейков, это культура, которая изначально американская, да? То есть, американская, австралийская, да, южноамериканская, вот. В нашей стране до последнего времени, там, последние, наверное, только два года, как Мираторг вышел на рынок и немножечко разбавил эту монополию импортного мяса в части стейков. Вот до этого была Австралия, Бразилия, там, Чили, все что угодно, да? Своего российского мяса не было. Ну, такого качественного. Да, такого качественного. Вот в этом мы видим свою миссию. Миссию изменить культуру потребления, показать людям, что есть мраморное мясо. Посмотрите, есть мясо для жарки, есть мясо для тушения. Оно прекрасно в своей основе, оно не требует даже гарниров, понимаете? У нас большая поддержка идет в части BTL, да, где мы снимаем ролики, проводим дегустацию, где мы коммуницируем с потребителями и рассказываем о нашем мясе. И все, кто пробует это мясо, становятся адептами, приверженцами и лояльность сформируется прямо на глазах. Да, то есть открытие, например, каждой нашей торговой точки сопровождается дегустациями, да, где мы дегустируем говядину. Вот, все, кто приходит на открытие, пробует говядину, да, и тут же совершают покупку, да, вот. Это привело к тому, что мы дегустацию, как BTL активность распространили уже и на работу с нашими партнерами федерально. Вот, то есть проводим... То есть это такой один из инструментов, который вы используете? Один из инструментов, да, совершенно верно, один из инструментов. Вы сказали про мраморную говядину, давайте поподробнее. Вот, что это такое вообще, может быть, не все представляют как? Что такое категория мраморности, например? И вот если говорить о производстве мраморной говядины, насколько я знаю, вы открыли производство мраморной говядины. Где и, собственно, что вы там делаете? Да, производство мраморной говядины у нас находится в Брянской области. Сейчас это 360 тысяч голов. Порода была выбрана Абердин-Ангус. Почему эта порода, да, что это? Вы знаете, она на самом деле... И откуда она? Если не самая лучшая, то одна из лучших в мире. Почему выбор был остановлен на этой породе? Бычки этой породы имеют прекрасно приспосабливаться к нашим климатическим условиям. То есть они круглый год у нас находятся на открытом пастбище. То есть энергетически твердые ко всем морозам, ко всем перепадам погодным и так далее. То есть на набор веса этих бычков и вообще на их жизненный цикл наши климатические условия никак не влияют. Брянск был выбран не случайно. Кроме удобства логистических, близость к крупным городам, возможность в Москву быстро привезти продукцию и так далее. Там хороший климат, вот, то есть там влажность, количество осадков в году и так далее, и так далее. То есть все эти параметры принимались за основу, да, когда размещать производство, где именно размещать производство. Вот, поэтому остановились на Брянске. Так вот, сейчас, как я уже упомянул, 360 тысяч голов стада находится у нас в Брянске. Вот, часть есть в Калининграде, вот, то есть у нас всего больше 40 площадок, вот, большая часть 37 находится в Брянске, 5 находится в Калининграде. То есть там тоже мы занимаемся разведением абердин-ангусов. Почему именно эта порода, да, то есть я объяснил. Что такое мраморное мясо? Мраморное мясо — это мясо, содержащее в себе большое количество жировых прослоек, вот. И, вернее, да я бы даже сказал прослоечек, вот. Что визуально, визуально очень похоже на мрамор. То есть если взять в руки такой кусок, посмотреть на него, да, он будет весить впечатлен такими вот тоненькими жировыми прослоечками. Прослоечки дают сочность, прослоечки дают вкус. И при жарке, если мы говорим конкретно о стейках, вот, прослоечки — это вот самый сок. То, что дает основное вкусовое наполнение, основное вкусовое содержание. Ну, продолжим через некоторое время. Дорогие друзья, мы вернемся после небольшой паузы. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Здравствуйте, это программа компании «Люди» и ведущий Александр Алферова. В гостях у меня Вадим Чурсин, руководитель управления маркетинга торговой сети «Мираторг». Вадим, снова здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вы рассказали о мраморности мяса. Правильно я понимаю, что существуют какие-то категории этих мраморностей? И по этим категориям мясо, вот, собственно, получает некий, там, статус? Совершенно верно. Существуют грейды, вот, существуют грейды. Причем, каждая страна стремится ввести какой-то свой собственный грейд. Вот. Иногда, вот, сложно даже определить, в чем разница. То есть, большое количество грейдов, да, ну, может даже простого потребителя, да, несколько запутать. Потому что, ну, чем отличается, там, один грейд от другого, да, то есть, какие-то пограничные состояния. Мы для себя в Мироторге определили четыре основных грейда. Это Select, Choice, Top Choice и Prime. Вот. Вот по этим грейдам мы классифицируем все премиальные трубы, которые идут на стейки в мраморной говядине. А от этого цена зависит? Да, от этого зависит цена. Определение мраморности идет на этапе производства. То есть, есть специальный сканер, вот, который применяют, ну, на всех технологических площадках, в том числе и на нашей. Вот. По разрезу сканер сканирует отруб, определяет мраморность. Вот. Соответственно, мы делаем определенную наклейку на отруб, вот. И он попадает... В категорию. В ту категорию, да, которую я сказал. В тот грейд, который я сказал. Вот. Наивысший грейд, конечно, это Prime. Вот. Наивысшая мраморность, правильное соотношение жировых прослоек в мясе, структура и так далее, и так далее, и так далее. В общем числе количестве премиальных отрубов, вот, так, среднерыночный показатель до 10%. Prima. Prima. До 10%. А как мясо становится вот таким мраморным? Ну, в смысле, бычок. Мраморность бычка определяется правильным процессом выращивания, животноводческим процессом. Да. Ровно половину своей жизни бычок находится в естественных условиях. А половина жизни сколько? Сколько он живет? До полутора лет. До полутора лет бычок живет в естественных условиях. Вот. То есть он находится на пастбище, кушает траву и находится... В той, в естественной среде. В той среде, да, в которой изначально его определила природа. А потом? Далее, после того, как он набирает вес порядка 300-350 килограмм, вот, бычков перемещает на специальную откормочную площадку. Вот. Площадка эта называется фидлот. И там, подобно гурману, да, или сибориту, бычок питается исключительно зеленовым откормом. Происходит это на протяжении 200 дней. То есть 200 дней только зерновой откорм. И как раз это вот происходит? Да. И в этот момент, в течение этих 200 дней, происходит как раз набор той необходимой... Тех необходимых жировых прослоек для мяса, которые дают вкус и сочность мясу. Вот. Причем есть разница. Например, в Австралии делают акцент на ячмень. Вот. Вот мы в своей структуре кормовой, да, у нас кукуруза. Вот. Кукуруза — это более сладкое зерно, более сочное зерно, что, конечно же, сказывается на вкусе мяса. На итоговом. Ну, вот я читала, что многие называются как раз сладкое мясо, вот то, что оно очень сочное, ну, то есть там и достаточно естественных каких-то там солей, что практически не нужно использовать таких приправ. Это правда? Совершенно верно. Приправы для стейка, кроме соли и перца, не нужны вообще. Вот. То есть стейк настолько самодостаточен, как продукт, вот, что употребляя его, вот, не возникает желания чего-то добавить. Вот. Я вам больше того скажу. Мы пару раз, пару раз я сам лично готовил и забывал посолить, да, забывал посолить. И уже где-то, наверное, в середине, да, я понимал, что он просто не соленый, да. Потому что настолько там богатые минералами, настолько вот яркие ощущения от сока, да, от мраморности, вот от той, которая дает жировые прослойки, вот, что какие-то дополнительные специи, они не требуются. Да, требуются. Да. Я читал интервью недавно совсем, что Павел Датюк возвращается из НХЛ, да, в страну. Так он с горечью сожалел о том, что там вот чего-нибудь не хватать в Америке, это хорошего стейка. Ну, теперь я думаю, проблема. Так я хочу сказать, да, что вот, наверное, это теперь точно не проблема. Вот. Что мы стоим за этой культурой. И настолько рынок огромный, да, вот этот. То есть как только культура будет развиваться, да, как только люди будут понимать, да. Все преимущества. Все преимущества, и что стоит за правильным ужином, да, и как можно сделать праздник, вот, дойдя до ближайшего большого сетевого магазина, где есть наша продукция, да, как можно накормить близких своих, каким образом. Натуральный качественный продукт. Да, то рынок будет расти геометрическими пропорциями. Скажите, вот, насколько я знаю, у вас кроме мяса, да, есть еще какие-то продукты. Вот какие линии, может быть, какие торговые марки вы представляете? Потому что мы знаем Мираторг как вот производитель мяса, но это же не только. Совершенно верно. В нашем портфеле есть три основных бренда. Мираторг, Витамин и Гурмама. Совершенным откровением, наверное, порой для меня бывает, когда люди говорят о том, что они не знали, что Витамин — это бренд, входящий в портфель Мираторга. А Витамин — это что? Витамин — это замороженные овощи, замороженные ягоды, вот, есть смузи, то есть готовые смузи, да, для детей, например. Вот, то есть это линейка, которая в себе несет все используемые нами в нашей кухне, да, и в кухне европейской, да, овощи, ягоды и так далее. То есть по большому счету это такое здоровое… Это здоровое питание. Да, это здоровое питание. Гарнир. Да, круглый год здоровое питание. То есть можно разогреть, можно включить в состав гарнира и так далее, и так далее. Да, бренд Витамин настолько стал самодостаточным, да, что вот, как я уже упомянул, не все с Мираторгами его ассоциируют. Хорошо. А Гурмама? Гурмама — это товары первой ценовой корзины, вот, то есть это качественные товары, вот, но призванные, направленные на удовлетворение определенных покупательских сегментов. Каких? То есть это первая корзина, первая цена, то есть если для кого-то стоимость традиционных наших полуфабрикатов кажется недоступной к каким-то причинам, да, они могут обратить свое внимание на Гурмаму. Это также качественные продукты, вот, но они открывают, как правило, категорию, то есть стоимость их на 20-30% ниже, чем наша линейка Мираторг. А это с чем связано? Это связано с тем, что мы меньше используем сырья, вот, который идет на основную линейку. Ну, например, то есть если мы делаем котлеты из индейки для бренда Мираторг, вот, то там сырье европейское, вот. Котлеты для Гурмамы мы стараемся миксовать, то есть сделать сырье таким образом, чтобы сделать продукт более доступным. То есть как... Оптимизация. Да, определенная оптимизация, совершенно верно. Может быть, каких-то компонентов в составе этих котлет не будет, вот. Вы сказали, что вы популяризируете, да, потребление и образовываете, да, то есть потребителя, а именно сушили. Пормируете культуру. Формируете культуру. И вы озвучили, что помимо стейков, помимо, там, полуфабрикатов, у вас еще есть и бургеры? Да. Вот расскажите про эту историю. История замечательная. Мы живем в век динамичный, да, не всегда получается есть правильно и вовремя. Вот. И вот для той категории потребителей, которая хотела бы питаться качественными продуктами, вот, но не всегда имеет возможность уделить там процессу потребления достаточно время, есть наша линейка под названием бургеры. Мы единственная в стране, кто делает охлажденные бургеры, то есть не замороженные, а именно охлажденные. То есть готовый бургер извлекаем из пачки, разогреваем, там, до трех минут в микроволновой печи, вот. Получаем горячий бургер, в составе которого наше мясо, в составе которого овощи, в составе которого все те ингредиенты, которые по составу должны в него входить. Вот сейчас таких бургеров... Вот, мы смотрим на рынок, вот, получаем отзывы, обратную связь от потребителей, и я не исключаю, что линейка этих бургеров будет расширена. Вот. А расскажите еще поподробнее вот о ваших совместных проектах с Хорикой, с непосредственно с ресторанами, с кафе. Вот вы сказали про Новиков Групп, может быть, какие-то еще интересные кейсы есть? Новиков Групп — это самый интересный кейс сейчас у нас. Вот. Мы очень рады тому, что синергетический эффект, который получился от креатива Новиков Групп, наше сырье, там, наша часть работы, проделанная, привела к тому, что это одни из самых популярных мест сейчас в Москве. Вот. То есть бургерный фарш. Если следить по социальным сетям, да, всегда видно, что не зарастает народная тропа туда. Вот. Ежедневно идут отгрузки полуфабрикатов с нашего брянского производства. По этим точкам общепита. Вот. И там при удачном течении обстоятельств, я думаю, что опыт сотрудничества с Новиков Групп, он будет продолжен. А другие сети вы поставляете куда-то свое? Все крупные, все крупные сети Хорики являются нашими клиентами. Те, кто не являются, ну, я могу только призвать, как можно скорее это сделать, да, потому что настолько колоссальные вливания инвестиционные сейчас идут в бренд, да, и вы, наверное, видите это и по телевизионной рекламе, да, и видите на это там по нашей трейд-маркетинговой активности, да, там, BTL, RTL мероприятия, что стратегия, которую мы выбрали, а это называется стратегия протягивания, да, когда от конечного потребителя, минуя посредника в лице розничной сети или Хорики, мы протягиваем непосредственно к бренду, да, и не иметь бренда у себя, да, это терять уже свое преимущество от как раз посреднику, да, как раз middle звену, да, то есть как Coca-Cola, как Danone есть в любой розничной сети, да, так и продукция Miratorg, да, мы все ведем к тому, что не иметь ее, это терять конкурентные преимущества. Это касается и розницы, это касается и Хорика, это касается и всего, где это было бы уместно, да, то есть, наверное, с темой бургеров, да, вообще можно заходить там в широкие, широкие слои, да, там заправки, я не знаю, вендинговая история какая-то, да, там точки питания в бизнес-центрах и так далее, и так далее. Говоря вот о вашем портфеле, да, мы понимаем, что целевая аудитория всего портфеля, это, в общем, вся Россия, здесь абсолютно разные группы. Вот насколько у вас разные подходы к продвижению брендов, вот в рамках портфеля, и что вы используете, может быть, такое самое актуальное? Самое главное, да, во всей этой работе, чтобы бренд был живым, чтобы постоянно было общение, поэтому с необходимой частотой мы проводим ребрендинги, да, мы проводим какие-то рекламные мероприятия, которые напоминают о том, что этот бренд есть, о том, что он меняется, да, меняем ширину, глубину ассортимента, да, какие-то позиции приходят как новинки, какие-то выводятся, вот, поэтому... Вы активны. Мы настолько активны, и настолько мы охватываем все покупательские слои, да, что вот сказать, что там какой-то отдельный бренд у нас вот на этот сегмент, а на этот, наверное, так нельзя. Спасибо большое, на этом наша программа подошла к концу, было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Дорогие друзья, это была программа компании «Люди», а в гостях у меня был Вадим Чурсин. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова